Привет всем! Вы попали на канал Техноарена. В этом видео я расскажу о 10 самых продаваемых смартфонах за октябрь 2022 года из разных ценовых сегментов. Вкратце пройдусь по каждому из них, рассказав о главных особенностях. Развернув описание, вы увидите ссылки на все упомянутые смартфоны с актуальными ценами в надежных магазинах. Заранее желаю вам приятного просмотра и перехожу к делу. Несмотря на выход в 2021 году, данный смартфон от Xiaomi все еще пользуется спросом. Связано это с оптимальным сочетанием характеристик и цены. Redmi Note 10 Pro NFC работает на базе холодного и энергоэффективного чипа Qualcomm Snapdragon 732G, производительности которого хватит для всех приложений и самых требовательных игр, пусть и не на максимальных настройках. У него качественный большой AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Емкая батарея на 5020 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Камера делает неплохие даже по нынешним меркам снимки из-за основного 108-мегапиксельного модуля. Корпус защищен по стандарту IP53 от пыли и попадания влаги. Есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Из других положительных моментов отмечу слот расширения для карты памяти microSD и нечасто встречающийся разъем под наушники. Канал Техноарена посвящен смартфонам, планшетам и различным аксессуарам для мобильных устройств. Если тебе интересна такая тематика, то подписывайся и прожимай колокольчик. Это более современное устройство в линейке Xiaomi Redmi Note с аналогичным дизайном и габаритами, но с улучшенными характеристиками. В смартфоне установлен более производительный чип Mediatek Helio G96. Имеется быстрая зарядка уже на 67 Вт, улучшенная основная и фронтальная камеры. Вполне ожидаемо, что такой набор характеристик привлекает покупателей и модель остается в топе продаж. Но других существенных различий с предыдущим поколением нет. Как вам линейка Xiaomi Redmi Note в целом и данный смартфон в частности? Делитесь своими мыслями в комментариях. Xiaomi Poco X4 Pro 5G – флагманское устройство в линейке Poco, которое предлагает отличные характеристики за очень вменяемую цену. У него уже большой 120-герцевый AMOLED-экран, отличная камера с основным модулем на 108 Мп, емкий аккумулятор с очень быстрой зарядкой, мощный чип Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. При этом имеется защита по стандарту IP53 и стекло Corning Gorilla Glass 5. Ну и еще приятным бонусом станет возможность подключения 3,5-миллиметровых наушников и расширения постоянной памяти с помощью microSD-карточки. Если вы планируете купить бюджетный смартфон, не переплачивая за продвинутые функции, то Xiaomi Redmi 9C NFC станет отличным выбором. У него 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 720х1600. При этом он достаточно яркий. В качестве процессора используется Mediatek Helio G35. Не самый мощный чип, но его более чем достаточно для игр в 720 пикселях на средних и высоких настройках. Основная камера делает неплохие снимки днем, но ночью становится сильно мыльной. А вот фронтальная камера даже в идеальных условиях фотографирует не лучшим образом. Зато у смартфона очень высокая автономность из-за большого аккумулятора, низкого разрешения экрана и энергоэффективного чипа. А еще я хочу отметить наличие NFC-модуля для бесконтактной оплаты, который редко встречается в столь бюджетных устройствах. Samsung Galaxy A52 – среднебюджетное устройство компании, которое очень приглянулось людям из-за сбалансированных характеристик, качественной основной фронтальной камеры с оптической стабилизацией и удобной оболочкой One UI 4.0, работающей на базе Android 11. Смартфон построен на чипе Qualcomm Snapdragon 720G с достаточно высокой производительностью, низким нагревом и отсутствием троттлинга. Его мощности хватит буквально для всех задач еще на несколько лет. Из важных достоинств хочу отметить защиту IP67, это значит, что устройство может без каких-либо проблем 30 минут пролежать под водой на глубине полтора метра. Samsung Galaxy A33 5G – это чуть более простое по своим характеристикам устройство на базе фирменного процессора компании – Exynos 1280, который поддерживает сети 5G. Поскольку оно новее, в нем установлена 12-я версия Android с оболочкой One UI 4.1. Лично меня очень порадовал компактный по нынешним меркам дизайн и, на удивление, качественный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. У смартфона высокая автономность, а вот быстрая зарядка только на 25 Вт. В начале видео я уже упоминал про версию Xiaomi Redmi Note 11. В отличие от нее, данный смартфон более компактный и с чуть упрощенными характеристиками, но все еще актуальный, ведь до сих пор находится в топе продаж. У него хорошая основная камера на 50 Мп с высокой детализацией и подэкранная фронталка на 13 Мп, которая неплохо справляется с селфи и отлично подходит для видеозвонков. Чип энергоэффективный Xiaomi Redmi Note 11, тянущий все современные игры. Корпус защищен по стандарту IP53, а на экране защищенное стекло Corning Gorilla Glass 3. Это бескомпромиссный флагман компании Samsung, предлагающий максимум для требовательного покупателя. У него большой и очень качественный экран с матрицей Dynamic AMOLED 2X, частотой обновления 120 Гц и высоким разрешением. Очень мощный процессор, которого хватает для любых игр на максималках. Присутствует поддержка 5G, современного беспроводного стандарта Wi-Fi 6E, высокоскоростной USB Type-C 3.2, до 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища в топовой модификации. Ну а особенно сильно покупателям приглянулись камеры, выдающие запредельное качество снимков и отлично справляющиеся с записью видео в любых условиях. Ну и последний смартфон в сегодняшней подборке – прошлогодний упрощенный флагман Xiaomi 11T Pro, работающий под управлением Qualcomm Snapdragon 888 5G. У него очень высокая производительность и отличная камера, при этом стоит он дешевле Xiaomi 11 Ultra и флагманов других компаний. Данное устройство все еще отличный выбор. А еще в отзывах многие владельцы отмечают очень быструю зарядку аккумулятора. Несмотря на высокую емкость батареи, при использовании 120-ваттного адаптера она заряжается от 0 до 100% быстрее, чем за 20 минут. При этом полного заряда хватает более чем на сутки активного пользования. Топ самых продаваемых смартфонов за октябрь 22 года подходит к концу. Ссылки на все перечисленные модели вы найдете в описании к видео. Поддерживайте канал лайком и подпиской, если материал показался вам интересным и, что более важно, полезным. В комментариях пишите, какой смартфон вы бы выбрали для себя и почему именно его. Ну и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.